Всем привет! Сегодня мы вам расскажем последние новости из жизни блогера. На дне рождения Влада А4 выступил его земляк Дима Белорусских. Также на праздники были Джигант с Оксаной, Дина Саева с Никитой Ефремовым, Инстарина, Дима Ермузевич и другие блогеры и музыканты. Напомним, вчера Владу исполнилось 28 лет. Звонки без ответа дадим к тебе, дадим к тебе. И пускай капает, капает с неба, и до мокрых глазок тебе, где бы я не был. Для остальных я занят звонки без ответа дадим к тебе, дадим к тебе. Юля Годунова подарила Владу А4 Гольфкар на день рождения. Стоит такой около миллиона рублей. Юля поделилась, что наконец-то удалось удивить Влада. И сюрприз ему понравился. Также она украсила дом шарами и фотографиями. Как вам такой подарок? Диллара рассказала, что потратила на сниппе своего нового трека 250 тысяч рублей. В коротком ролике также появился бустер. Диллара в треке спела о том, что слава ее первая любовь. Лицо Моргенштерна представили теперь? Катя Голошева признала, что раньше на самом деле была Мотомото. Два года назад ей писали в комментариях по поводу лишнего веса и называли Мотомото. А ее максимальный вес был 70 килограмм. Сейчас Катя это признала и активно меняет свою фигуру. Нюша рассказала, что после развода ее дети не живут с ней. Бевица оставила своих маленьких детей с бывшим мужем в Дубае. По ее словам, так им удобнее. Когда она начинает скучать, то просто прилетает в Дубай, чтобы с ними повидаться. Подписчики считают, что это не было решением Нюши. Якобы такое положение дел навязал ее бывший муж. Комментаторы считают, что скорее всего мужчина поставил певице какой-то ультиматум или манипулирует детьми. А Нюше остается только соглашаться. Скорее всего, это прихоть и мужа. Еще этот взгляд отчаяния и пустоты. Такое ощущение, что это не все так просто, как она говорит, пишут подписчики. А как вы считаете? Все остались с тобой? Ну, у нас не было такого, что мы как-то кто-то с кем-то остается. То есть мы просто на сегодняшний день отсудили, решили то, что большую часть времени все-таки детки проводят в Дубае. Симба сейчас там учится и, соответственно, если я очень соскучилась, я в любой момент могу прилететь, забрать ее, либо малыша. То есть мы в этом вопросе просто в открытом диалоге и слышим друг друга. Даша Дошик показала ТикТок, на съемку которого она потратила 18 часов. За сутки ролик набрал 6,5 миллионов просмотров и 690 тысяч лайков. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Женю Лизагуба обвиняют в педофилии из-за своего поступка для 14-летней девочки из мужского-женского. Напомним, ТикТокер подарил 14-летней героине передачи айфон и дал ей немного денег. После этого в соцсетях на него накинулись зрители. Помнив о прошлогодней истории, когда Лизагуба подозревали в педофилии. Блогера тогда обвиняли в том, что он заводил отношения с несовершеннолетними. Сначала с блогершей Фроссией, а затем с Миланой Некрасовой. Лизагуб все отрицал. Лизагубом даже в какой-то момент заинтересовалась Мизулина. Но в итоге вся история утихла, а факт педофилии не подтвердился. После выхода передачи, Женю снова начали обвинять в том, что он лезет куда-то не туда. Его подарки девочки назвали неуместными, а поведение странным. Всем привет! Все круто! Да, короче, мы с Сашей, так получилось, что я, мне пригласили в шоу «Мужское и женское». Вот, мы познакомились с Сашей, с девочкой, типа, ей 14 лет. Она хочет, типа, жить, развиваться, чтобы у нее все было круто. У нее, короче, небольшие, так сказать, травлики с телефоном. Так, случайно. Так, случайно, типа, да. И я, короче, услышал всю ее историю. Вы, ну, посмотрите выпуск. Я очень, типа, так сказать, распереживался за счет нее. Она еще хочет, короче, гонять на плавание. Она будет плотцом у нас, крутым. Мы оформили ей абонементик. Штатива у нее нет. Возьмем мне штатив, чтобы снимала. Вот, чтобы у нее, короче, была абсолютно новая, крутая жизнь. И я ей сказал такие слова, что, на самом деле, от нее тоже очень много зависит, типа, какая она будет. И вот сейчас, реально, знаешь, такой момент. Это не случайно так случилось. Потому что, ну, я тебе сейчас покупаю, там, этот телефон или что-то помогаю. Это, на самом деле, жизнь, реально, типа, тебе помогает. Просто через меня. Я так проводник, типа.